Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады видеть вас всех. Сегодня мы будем рады сделать лекцию «Шалом Байт». Дай Бог, чтобы у всех дома был мир в семье. Сегодняшняя лекция – это «Лилюнишмат» неповторимого человека. Рахмакалабоша, Аврухон, Дмикре, Алик, Ниязов, Бен Мазаль, Дмиткаре, Марусия. Я хочу сказать, Свет Зое, долгих лет жизни вы это организовали. И спасибо организации «Баяхад Ивент» во главе нашего дорогого Авруха и его помощников. Любой человек, который хочет организовать лекцию, вот их номер – 718-808-3160. Сегодняшняя лекция – «Лилюнишмат» Аврухон, Алик, Ниязов, Бен Мазаль, Дмиткаре, Марусия. Два месяца уже вчерашний разговор, тяжело поверить, уже два месяца, как нас он покинул. Дай Бог, чтобы его год прошел благополучно. Сегодня у нас, у евреев есть четыре большие проблемы. Первая проблема сегодня – это наркотики. Очень и очень много молодых занимается наркотиками. Кто курит, кто колется. Наркотики – это одна из больших-больших проблем, которых тяжело будет полностью убрать. Это очень и очень большая война с наркоманией. И поэтому, не дай Бог, никому даже это начать. Это все начинается, когда люди любопытные. И друзья говорят, ты это никогда не пробовал, а ты не мужчина, если ты не пробовал. Человек, который начинает или хочет знать, что это такое, это очень будет тяжело от этого отойти. Но не дай Бог, кто начал, он должен обязательно бороться с этим, и нельзя сдаваться. Вторая проблема сегодня – это в том, что люди не могут жениться. Я знаю очень и очень много молодых, которым уже за 35-40 лет, они не могут жениться и выйти замуж. Я знаю больше мужчин, чем женщин. Я знаю больше мужчин, которые не могут жениться, тем девушек, которые не могут выйти замуж. Я не знаю, с чем это объяснить. Почему я знаю мужчин больше, чем женщин? Наверное, потому что я мужчин вижу больше, потому что я вижу их на похоронах. Сегодня я был на похоронах одного парня, который умер из-за того, что он сделал овалию в Калифорнии. Парню было без малого 40 лет. Поэтому это очень тяжело. Я хорошо знаю его родителей. Сегодня очень и очень много проблем с молодежью. Много людей не могут жениться. И даже те, кто женится, очень много они женятся на неевреев. Очень много есть ассимиляции. Люди делают нарочные гиуры. Они говорят, раба, я сделал ее еврейкой. Они становятся евреями, но мы видим, что они много раз ничего не исполняют. Они микву не ходят, голову не покрывают, барахон не говорят, шаббат не держат. Этот гиур ни копейки не стоит. И те рабаи, которые делают гиур, должны тщательно проверять, чтобы их не обманули. И даже те люди, которые уже поженились, слава богу, он женился, она вышла замуж. Через 2-3 месяца много раз мы слышим, они уже скандалят. Пышная свадьба. Очень и очень большие пышные свадьбы. А потом мы видим, что у них начинаются скандалы. Мы должны знать, почему на самом деле сегодня так много разводов. В штате Калифорния сколько процентов разводов? 75. На самом деле наш дорогой Юра прав. В Калифорнии 75 процентов разводы. И говорят, что скоро сколько процентов будет? Больше чем 100 процентов. Как это возможно, чтобы человек больше чем 100 процентов разводились? Когда люди 2-3 раза разводятся, это уже становится больше, чем 100 процентов. Недавно одна женщина умерла, она была актрисой в кино, она выступала всегда. Она на радио выступила и сказала, я 30 раз вышла замуж, не знаю, или 6, я не знаю, какое число она сказала. Я, говорит, вышла замуж много-много раз, это мне хватит. Когда люди это слышат, это для них уже становится, чтобы было нормально разводиться. Почему на самом деле сегодня очень много проблем с молодежью? Сегодня, когда молодые идут в колледж, они учатся, как надо математику хорошо знать, как надо хорошо знать компьютер. У них есть очень и очень много там программы, что они должны учиться. Но в колледжах есть урок, как надо с женой обращаться или нет? Как надо с мужем разговаривать, обращаться, там есть такой урок? Такой урок не существует, нигде это не преподают. И поэтому родители тоже много раз, они неправильные советы могут давать. Они могут говорить, ты должна требовать от своего мужа, ты не должна сделать так, чтобы он на твою голову сел. Или она говорит, не сделай так, чтобы твоя жена обнаглела, ты должен ее с первых дней держать в руке, чтобы она не стала плохой. Очень много раз родители дают неправильные советы. Во-первых, мы должны знать, что очень много людей, у них есть война между Келин и Модуршо. Сноха и свекровка очень много раз у них есть стычки и столкновения. Почему на самом деле Келин и Модуршо не могут найти общий язык? Она говорит, я со своим свекром, как ангелы, мы очень хорошо обращаемся друг к другу. Но вот свекров я не могу переносить. Почему это так на самом деле? Морав Работай, когда мама своего сына женит, она говорит, этот сын должен меня любить больше всех. Потому что я ему подарила жизнь. Он должен меня обожать больше всех. И вдруг приходит какая-то молодая девушка, и она пытается завоевать его сердце, когда мама говорит, он должен меня продолжать любить, потому что я ему подарила жизнь. А эта молодая женщина, она что говорит? Ты уже маме скажи, хадиш Алис Роэль, до свидания. Ты уже должен кого любить? Ты должен теперь меня любить. Ты должен свое сердце мне дать 100%. И поэтому они сами знают или нет, это называется subconsciously, подсознание, они внутри воюют, кого он должен больше любить. Мама старается, чтобы сын ее больше любил. Бачин, твоя жена так, как я накормлю тебя, а жена не накормит. Балахат. Как я, мой обед, никто мамин обед не заменит. А он говорит, обратно ты пошел к мамочке своей, да, ты мамсик. И вот я однажды на Ишмо выступал. Я сказал такую вещь, что мама это самое хорошее существо на свете. Мама это ангел и так далее. И один парень говорит, хочу вы, говорит, так маму много восхваляете. Если человек видит, что мама тонет в воде, и жена утопает в воде, кого надо спасать? Гмара говорит, мудрецы говорят, что надо делать? Мама утопает в воде, не дай бог, и дочка, и жена тонет в воде. И вы не сможете обеих спасти. Или надо ее спасать, или ее надо спасать? Кому надо спасать? Маму говорит, мама, он говорит, маму, они там кричат, жену. Он должен себя спасать? Он должен себя? Мудрецы говорят, ты должен спасать жену. А он говорит, что вы так маму много восхваляете? Вот, книги говорят, надо жену спасать. Рафаэль, как всегда у нас проблемы с лампочками, всегда они выключаются. Сейчас все начнут выключаться, идите там, потому что сядьте. Мураб работай. Почему надо на самом деле сначала жену спасать? Я сказал, шутя, ты знаешь, мама, она может прощать. Мама, она может прощать. Какое у мамы есть сердце, ни у кого нету. Она скажет, хай, сынок, ты жену любишь, я знаю. Я уже свой год отжила, я уже старее, чем твоя жена. Ты свою жену любишь, я тебя прощаю. Поэтому, если мама, не дай бог, утонула, она может тебя на том свете простить, но если ты жену бросишь, и маму будешь спасать, и жена утонула, мы должны знать, что на том свете муж и женат будут вместе. И когда муж умрет, через много лет придет на тот свет, его жена будет пардумрен делать его. Ты меня бросил, к вами прилепился, да? Я знала, что ты мамсик. Почему ты меня бросила, к вами прилепился? Поэтому закон говорит, женой шутки плохи. Мама тебя простит, но жена, она может тебя не простить. Бравра Бутай, сегодня молодежь, многие из них не знают, для чего они женятся. Они говорят, надо жениться, родители нас заставляют. Для чего ты женишься? Вы знаете, в аэропорту сидит один человек, и он ждет, чтобы уже самолет у него тронулся. Иногда вы берете билеты, которые дешевле. Почему? Потому что надо самолеты поменять. Это называется with stop, да? Надо ждать два часа, три часа, пересадка. Один человек сидит в аэропорту, и он ждет, чтобы полететь в Калифорнию. И один незнакомый человек сел и начал им сел разговаривать. Он говорит, where are you going? I'm going, I'm going to California. I'm coming with you. А для чего? I just want to come with you. Для чего ты хочешь с ним полететь в Калифорнию? Я хочу с тобой полететь тоже. Когда человек женится, или она выходит замуж, это как будто ты говоришь этой девушке, я хочу с тобой полететь, да? По жизни я хочу быть с тобой. А для чего? Почему ты женишься? Для чего ты выходишь замуж? Если человек, у него нет причины, почему он женится, или выходит замуж, во-первых, красота, она уйдет. Красота – это временная вещь. Человек, он обязательно должен жениться на девушке, которая ему нравится. Нельзя говорить, я потом ее полюблю. Если сейчас она тебе не нравится, потом навряд ли это получится. Есть такие, но очень мало. Тора говорит нам, во-первых, ты должен знать, что красота, она уйдет. Почему, когда человек стареет, его красота уходит? Я вам потом это скажу. Почему, когда человек стареет, его красота уходит? Мы должны знать, что когда молодые, они женятся, они берут уроки. Они звонят маленькой Канонтаровой, дай бог ей здоровья, или другой женщине, которая преподает, как надо танцевать, и они много-много берут уроков, как надо танцевать. Она говорит, ты должен вот так ее делать, ты должен ее поднять, должен ее опустить. Вы видите эти свадьбы, да, как они танцуют? Мляхо, вы же видите эти свадьбы? Как они поднимают, как они танцуют, его ноги делают. Во-первых, я никогда не слышал, чтобы им сказали, иногда девушка во время свадьбы, она нечистая. Ты не имеешь права ее трогать, когда она нечистая. А они все равно трогают. Фотографа говорят, руку сюда поставьте, ногу сюда поставьте, обнимите, поцелуйте. Вы видите, нельзя эти вещи делать. Мураб работает. Когда парень женится, и девушка выходит замуж, они берут уроки, как надо танцевать. Но только один парень меня удивил. Скоро я буду делать свадьбу, очень много свадьбы в июне у меня. Парень говорит, раба, я хочу побольше уроков. Я хочу побольше уроков. Для чего? Потому что я хочу знать, как обращаться с женой. Я хочу, чтобы от меня получился хороший муж. Когда я говорю молодым, вы должны брать уроки, они говорят, нет, мы не хотим. Многие говорят, не хотим. Сколько уроков? Два урока хватит, три урока хватит? И то эти уроки, как надо в микву пойти. Мы не говорим уроки, как надо с женой разговаривать, как надо с мужем обращаться. Тора говорит нам, что человек перед тем, как женится, он должен знать, как обращаться с женой, как обращаться с мужем. Женщина – это совсем другой менталитет для мужчины. Иногда есть девочки, у которых нет братьев, они не знают, как мужчины размышляют. Иногда есть мальчики, у которых нет сестренок, они не знают, что за женщин главное. Поэтому обязательно один рабаец сказал, если у меня были бы деньги, я бы построил громадный университет, как надо обращаться с женой и с мужем, перед тем, как они женятся, чтобы они брали эти уроки. И пусть это будет бесплатно для того, чтобы молодежь знала, как надо с женой и с мужем обращаться. Почему на самом деле сегодня много разводов? В Союзе, когда люди разводились, это был очень и очень позор. Потому что у разводца весь мир, весь город об этом говорил. Ты слышал, эта семья разводится? Это был ужас. Когда в Союзе мы слышали, что кто-то разводится, это было очень и очень что-то страшное, и люди стеснялись. В Союзе очень много людей, они были тоже несчастливыми. Она вышла замуж неудачно, он женился неудачно, но они что делали? Они терпели. И даже были женщины, которые в сердце мужа проклинали. Они молили Бога, чтобы он умер, чтобы она избавилась, потому что в Союзе развод, это была очень и очень страшная вещь. Даже один рабай говорит, что меня папа ударил по щечине, когда я спросил, а что такое слово герушин, развод? Папа ударил его по лицу, говорит, что я этого слова больше не слышал. Раньше слово развод, это было самое нехорошее слово. Значит, так как сегодня мы живем в Америке, и в Америке это уже развод стало нормальным явлением, уже никто не удивляется, что люди разводятся. Даже когда они проходят на свадьбу, они говорят, что эти пышные свадьбы, через два месяца они могут развестись, они уже так думают. И поэтому, так как в Америке развод это уже нормальная вещь, уже люди этого не стесняются. Но у меня есть другая причина, почему люди в Америке разводятся. В Америке есть люди, которые любят менять. В Америке одноразово или это все чинится? Как вы думаете? В Союзе, у кого был Жигули, знает, когда вы на Жигули ехали, через сколько километров уже мотор ломался, надо было его чинить? 20 тысяч километров? 100 тысяч. Нет, это вы много сказали. Я очень много знаю люди, которые часто ремонтировали, мотор у них сел, они ремонтируют. В Америке ремонтировать – это очень и очень невыгодная вещь. В Америке что делают? Взял, поменял и все. Или ты поменял машину, или ты поменял баллоны. Ремонтировать в Америке – это, как говорится, last option. Потому что ремонтировать невыгодно. Здесь в Америке мы привыкли менять. Мы часто меняем машины, мы часто меняем костюмы, мы меняем это, мы меняем то. Вот эта привычка менять у человека осталась на женщин тоже. Они говорят, все, я вижу в ней проблема, я не знал, что у нее эта маленькая проблема есть, давай быстро менять. Человек не хочет над собой работать. В Америке почему много разводов? Потому что молодежь думает, я лучше найду. В Америке такое у нас большое есть options, очень и очень много options есть, что мы думаем, я могу всегда найти лучше. Здесь в Америке всегда вы найдете получше дом, вы можете лучше машину найти, вы можете лучше одежду найти, потому что очень большая страна, по интернету вы можете найти. Поэтому здесь молодежь не боится развода, потому что они говорят, I will find something better, они не хотят над собой работать. Они чинить, исправлять не хотят. Такой менталитет. Сразу есть что-нибудь не так, ты должен что делать? Ты должен менять. И это неправильный подход. Очень много есть боссов, которые видят, что рабочие чуть-чуть неправильно делают, они сразу его выгоняют. Вместо того, чтобы его тренинг делать, чтобы его научить, так надо, так надо, у них нет терпения. В Америке нету одно слово. Какое слово? Токат. Давай, сейчас мне надо, сейчас. Я не хочу. Сейчас я хочу, это сейчас я хочу. Когда у человека нет совланут, это очень и очень большая проблема. Тора говорит, ты должен иметь совланут. В Америке первая причина, почему развод, потому что это стало нормальным явлением. Вторая причина, почему развод, потому что люди привыкли менять. Они не хотят, они любят менять. И один человек говорит, раньше люди, они долго не жили. Сегодня в Америке люди живут 90 лет, 95 лет. Он говорит, мне сейчас 35 лет, я вот так 60 лет буду ее терпеть, что ли. Давай, говорит, я лучше сейчас поменяю, какие мои еще годы. И поэтому в Америке, так как люди дольше живут, они уже говорят, я не буду с ней вот так 60 лет, я буду ее терпеть. Поэтому в Америке есть много-много причин, почему люди разводятся. И одна из причин, потому что у них нет совланут, у них нет терпения. Может быть, можно его исправить, может быть, можно. Мы евреи, мы идем по лунному календарю или по солнечному? Солнце тоже для нас важно. Надо, чтобы Песах попадал весной. Солнце мы тоже идем по солнцу, но в основном мы идем по луне. Почему? Потому что солнце, оно никогда не меняется. Once a liar, always a liar. Есть такая поговорка на английском. Если ты вор, ты всегда будешь вор. Горбатого могила не исправить. Мы с этим не согласны. Тора говорит нам, мы должны идти по лунному календарю, потому что луна, она похожа на нашу жизнь. Луна в начале месяца, она имеет маленькую форму отражения. Потом она, это отражение увеличивается, потом луна полностью сияет и уменьшается и исчезает. То же самое, когда человек рождается, он маленький, он маленький, 5-6-7 паундов, потом он растет, растет, человеку 30-40 лет, это самые хорошие годы его жизни, потом постепенно человек слабеет и умирает. Мы похожи на луну. А также луна, она меняется. Иногда она увеличивается, иногда она уменьшается. Человека можно поменять. Это будет нелегко, но если Тора говорит, ты взял человека, поменял на хорошую сторону, ты являешься самый большой богатырь. Написано, а вот Драбинатан, кто является самым сильным, кто может себя контролировать. А еще сильнее, знаете кто? Когда вы можете человека, который враг, вы можете сделать его самым best friend. был один царь, который проходил на свежий воздух, он много раз шел, и он проходил мимо одного портного. Этот портной царя ненавидел. И он всегда, у него там чердак открытый, он на чердаке шьет, он всегда на царя матерился. Дай Бог, чтобы царь умер, чтобы он сдох, и он всегда матерился на царя. И однажды царь проходит, и он слышит, что этот портной матерится на царя. Он говорит, он на меня матерится, мое имя говорит. Царь говорит, палач, я хочу, чтобы ты ему язык отрубил. Этот палач, когда царь ушел, он поднялся к этому портному, портной говорит, ты пришел, чтобы меня убить? Нет, говорит, я хочу тебе дать подарки. Царь дал тебе очень много подарков. И он из своих денег этому портному начал всегда, что давать? Подарки, одежды дает, много денег дает, мой царь восслал тебе деньги. Он видит, что царь ему дает подарки. Он уже перестал на царя материться. Он уже стал молчать. И потом он уже перестал, и он начал уже через энное время начал царя благословлять. И вот однажды царь проходит через этот дом, этого портного, и он видит, что этот портной до сих пор разговаривает. Он говорит, палач, я тебе сказал, чтобы ты его язык порезал. Он говорит, я его язык порезал. Почему? Потому что постойте здесь, и вы услышите, что он у вас будет до делать. Царь говорит, ну-ка я послушаю, что он говорит своим клиентам. И он говорит, наш царь такой молодец, такой он добрый. Он говорит, царь, он меня вдруг благословляет? Как это случилось? Да, выйти, говорит, вы мне сказали, чтобы я его язык порезал, я на самом деле его язык поменял. За то, что, говорит, я ему давал подарки от вашего имени, куда-то мои деньги были, поэтому он стал уже вас любить. Тора говорит, настоящий. Если бы, говорит, я ему язык порезал, то вы бы сказали, он правду говорил, люди бы говорили. Он правду говорил, поэтому его заткнули. Но за то, что говорит, я хорошо к нему обращался, поэтому я, говорит, сейчас, когда он вас хвалит, говорит, он ненавидел, и то он поменял свое мнение. Когда вы можете взять человека и сделать так, чтобы он вас любил, вы являетесь самый-самый сильный человек, сильнее, чем любой штангист или любой богатырь. Воду налить, я к нему разу. Мураб работай. Как переводится слово шалом байт? Шалом как переводится? Весь мир. Шалом переводится мир. А что такое мир? Как переводится на иврите слово шломо? Есть такое имя на иврите, шломо амелех, со всем царем соломо. Шломо как переводится? Спасибо большое. Я уже еще о кольце сказал. На иврите есть такое слово, переводится шалем. Шалем переводится полноценный. Если у вас есть, например, стакан, и он поломанный, вода выливается, он не полноценный. Слово шломо переводится полноценный человек. Слово шалом байт, это означает полноценный дом. Если у вас есть 50 домов, у вас есть 100 мерседесов новых, у вас есть миллионы и миллиарды, но у вас нету любви муж и жена, вы считаете самый-самый несчастный человек на свете. Вот мы читаем Сефар Торо. Когда Бог создал этот мир, сколько предложений Он написал, как Он создал этот мир? Бару Рахмин. 10 слов Он вымолвил. А сколько предложений Торо описывает, как Бог создал этот мир? How many sentences did God say when He created the whole earth, the whole world? 34. 34 предложения от слова брешит до слова ласот, Бог написал 34 предложения. 34 sentences. Значит, весь мир, Он за сколько создал предложений? 34 слова Торо описывает. Потом мы читаем дальше, и Бог говорит насчет Женитбы. Элиезар нашел Ривку. Когда Элиезар женился на Ривке, Аврома Вину тоже женился, там сколько предложений написано? Больше или меньше? Там написано 68 предложений. Почему насчет Женитбы написано 68 предложений? Насчет Мира Созидания написано 34. Насчет Женитбы два раза больше. Кто знает почему два раза больше нашел Женитбы? Намного легче создать весь мир, чем создать удачную, благополучную семью. Я в Лас-Вегасе никогда не был, я не знаю, если я когда-нибудь поеду, я там нескромные вещи, я никогда туда не поеду. Я говорю, что я не знаю, если я поеду, я никогда туда не поеду. Хотя там говорят, раба есть, синагоги есть в Лас-Вегасе. Но Лас-Вегас раньше была пустыня, и ее сделали красивым курортным городом. Вы можете пустыню сделать красавицей. Израиль тоже была как пустыня, там были болота, там были проблемы. Израиль сегодня это один из самых-самых красивейших городов мира, страна мира. Вы можете пустыню превратить в город, вы можете весь мир создать легче, чем создать хорошую семью. Поэтому Бог говорит, 34 предложения, я весь мир создал. Но чтобы жениться и создать хорошую семью, сколько надо? Два раза больше, а может быть даже и 10 раз больше. Поэтому насчет женитьбы, Бог написал 68 предложений. У меня есть другая причина. Как вы думаете, на иврите слово бедный, как говорят? Они. А другое слово есть? Эвьон. На иврите эвьон переводится нищий. Слово раш. Раш переводится убогий, нет у него ничего. Слово даль. Даль переводится неимущий. Слово миске, несчастный. Есть много-много слов на иврите, чтобы сказать, также на литературном иврите, слово мах. Мах переводится бедный. Слово даль, бедный, имеет числовое значение. Дэ это 4, Лэ это 30. 34 на иврите, это перевод слова бедный. Сколько предложений Бог написал насчет этого мира, как Он создал? 34. Есть один человек, у него есть много домов, у него много-много есть прапорты, но он не женатый. Я говорю, если ты весь мир имеешь, но ты не женатый, ты считаешься самый бедный человек. Поэтому Бог говорит, я написал Тору 34 предложения, как я весь мир создал. Есть не говорить, ты весь мир тебе вот так подарили, но ты не женатый, ты не замужем, ты считаешься самым бедным человеком на свете. А слово жизнь, как на иврите переводится? Апестер? Ваша фамилия, вы забыли? Хаимов? Хаим переводится жизнь. Это имеет числовое значение 68. Бог говорит, я на шуте женит бы, написал 68 предложений подряд. Почему? Потому что, если ты женился благополучно, ты считаешься живой в этом мире и живой в том мире. Хаим – это один, Хаим – это жизни. В этом мире ты будешь живой и в том мире ты будешь жить дальше. Если у вас будут вопросы, не сняйтесь, подняйте руку. Любое время, если у вас есть развод, это вопрос, развод я говорю. Вы знаете, много женщин читают Таилим. Женщина, а вы знаете, что Таилим читаете? Третья глава Таилима, там Давид Амелех пишет, что у него есть проблемы в семье. Давид Амелех, его сын, хотел его зарезать. А в Шалом, из Шаула Амелех, его тез хотел его умертвить. Книга Таилим, глава третья написана, мудрецы говорят, Давид Амелех говорит, у нас, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, должна быть Третья мировая война. Вторая мировая война, вы видите, что случилось? Сколько людей были зверски уничтожены, и сколько людей сожгли, от них ничего не осталось. Тяжело поверить, что это было 70 лет назад. Но, к сожалению, должна быть Третья мировая война, которая уничтожит 67% людей на свете. 67% это значит сколько? Сейчас 7,5 миллиард людей, это будет примерно 5 миллиардов людей. Не дай Бог, потому что это будет атомная война, кто первым нажмет на кнопку атомной бомбы. Говорит Давид Амелех, когда у человека есть проблемы в семье или есть Третья мировая война, кто хуже? Третья мировая война или проблемы в семье? Юра говорит одинаково, Давид Амелех говорит нет. Когда есть у вас скандалы с женой или с мужем, это хуже, чем Третья мировая война. Потому что, когда есть война, вы приходите, и жена может вас что делать? Успокоить. Худохат, ты выиграешь. Вы знаете, что вас дома ждут. Вы воюете, потому что жена и дома вас скучает. Вы говорите, я должен вернуться, потому что они меня ждут. Но если вы знаете, что вас дома никто не ждет, жена говорит, ой, мурабетеры, или муж не ровит жену, не дай Бог, это хуже, чем Третья мировая война. Поэтому имейте в виду, когда, не дай Бог, в доме есть скандалы, это хуже, чем Третья мировая война. Мураб работай. Есть один профессор, я не знаю, если он живой или если он умер, я думаю, что он еще живой. Его зовут Джан Гатман. Он написал книгу на английском языке Why Marriages Success or Fail? Почему женит бы, удачные или неудачные? Он написал целую книгу, как вам сделать так, чтобы вы с женой и с мужем хорошо жили. Он дает там много советов. Вот вам один совет, который он дает, и я хочу спросить вас, если это правильный совет или нет. Много раз муж говорит жене, ты поправилась. Смотри на своей свадебной фотографии, какая ты была, сейчас ты уже пять раз больше, бочка шудомонды. или жена говорит мужу, смотри, какой у тебя ишкам большой появился. Если, например, муж дает жене нехорошее слово, он сказал, или она мужу говорит плохое слово, что теперь? Вы ее обидели. Вы знаете, что говорит Джан Гатман? На каждую плохую вещь, которую вы жене говорите, вы должны теперь пять раз больше ей дать комплименты. Every time you tell something to your spouse something bad, now you have to compensate it with five times more compliments. Вы согласны с этим советом или нет? Мы согласны. Наш дорогой Лёва говорит, что десять раз, а жена говорит, пятый раз тоже хватит. Мы согласны. Мы согласны. Мы согласны. Лучше пусть ничего сговорить, как говорите. Вы знаете, он говорит, что-то купить надо. И вы знаете, в семье большие проблемы две. Одна из них это деньги. Когда у вас с женой или с мужем деньги проблема, это одна из очень важных причин. Когда жена говорит, а почему у них есть такой большой дом, они переехали. Он двойничник был, а ты такой отличник Советского Союза. Ты до сих пор живешь здесь с такой маленьким курятником. Очень много проблем. If you want shalom buy it, you have to buy it. shalom buy it, very important you have to buy it. Я сам себе это говорю. Мы много мужчин экономные, особенно мы экономные. А зачем мне цветы покупать? Эти цветы завянут. Это 25 долларов. Зачем я буду выкидывать? Им завянут через два дня ахлон. А для жены это очень важно. Это я тебе говорю. Чтобы человек был щедрым. Я тебе говорю это. Итак, я вам отвечу на этот вопрос. Если вы жену обители или мужу сказали плохую вещь. Пять раз больше комплимента. Это поможет или нет? Я вам напомню тот рассказ, который вы 200 раз слышали. Это будет 201 раз. Помни, как один человек, он работал с сапожником недалеко от своего дома. И он всегда в час дня проходил ланч, кушал дома. Жена говорит, кушаешь свой ланч. Он два часа уходил на работу. У него был громадный огород. Там было много деревьев. У моей бабушки, моя мамина мама, у нее был громадный двор в Союзе. У нее была комната, где только дрова были. У нее раньше в ту комнате в бане там миква была. У нее был большой-большой двор, громадный. Там был тутовник, там был сирень, там был виноградник. Что хотите, там было. Там много деревьев было. Один человек, он когда кушал, он 15 минут быстро-быстро кушал, у него был большой двор, он поливал, ветки резал, у него было много-много деревьев. И вот однажды он поливает дерево яблонью, и он видит, что кто-то на этой яблоне забил 200 больших гвоздей. Иди сюда. Почему, говорит, здесь кто-то, кому делать нечего, вот такие гвозди забили? 200 больших гвоздей. Она говорит, дорогой мой муж, это я забила. Почему? Каждый раз, когда ты меня обижал, ты говоришь, что я плохо готовлю, ты говоришь, что я трачу, воду не закрываю, я сведения выключаю, я выкидываю продукты, я поправилась, я такая-сякая, я всегда, говорит, забиваю гвозди на память. Смотри, говорит, сколько здесь, минимум 200 гвоздей, сколько ты меня обижал? Он говорит, это который я с тобой 15 лет вместе живу, да? Она говорит, нет, это за два месяца все. Это за два месяца. Смотри, говорит, сколько раз ты меня обижаешь? И на самом деле, он говорит, ты знаешь, моя жена права, я на самом деле не хороший муж, такая у меня красивая жена, такая она трудолюбивая, она много не требует, экономная, и он говорит, я должен себя исправить. И с того дня он решил полностью себя поменять на хорошую сторону. Он ей деньги дает, он ее хвалит, он все делает для нее. два месяца прошло, он снова проходит через это дерево, и что он видит? Гвозди ни одного нету. А гвозди намного легче забить или убрать? Вытернуть гвоздик, это очень тяжело, а забить это очень легко. Он говорит, Сипор, иди сюда, кто эти гвозди убрал? Она говорит, я, почему? Всегда, когда ты меня хвалил, я вот по одному гвозди убирала. Он чуть не затанцевал. Он говорит, все, ты меня прощаешь? Она говорит, я прощаю, но дырки от гвозди остались. Даже когда говорится, я прощаю, эта обида очень тяжело ее убрать. Перед кипуром мы говорим, Михайлодор и за нам, Михайлодором. И потом она еще 30-летний разговор вспоминает. О, ты же сказала, что я Михайлодором. Она говорит, я прощаю, но все равно эта обида остается. Поэтому лучше не обижать и потом Михайлодором не просить. И похоже, рассказ, который вы слышали, я только вам напоминаю. Человек пришел к Рабаю, Хафицхайм, Рабай. Я очень много людей обижал словами, языками, лошону Раб, плохие вещи говорил. Я хочу сейчас раскаяться. Мне 70 лет, я знаю, что в Америке это очень мало, но, как говорится, мы не знаем, сколько лет мы проживем. Я хочу, чтобы Бог меня простил за мои плохие разговоры. Что я должен делать? У тебя дома подушки есть? Конечно, есть. А что за вопрос? Сколько у тебя подушек? Ну, в народе говорят, за нас ты бояк бо лишь пиршеве. У нас на Бухарском, когда молодежь женится, есть такое изречение, за нас бояк бо лишь пиршевом хором, чтобы эти муж и жена на одной подушке спали. Я, на трех подушках сплю, моя жена на трех подушках спит. Мы с этой поговоркой не согласны. Я говорит женой, у меня по три подушки, у меня три, у моей жены. Рабай говорит, возьми две подушки, и ты это возьми на базаре, и все эти перья, я хочу, чтобы ты разбросал. Потом проходи, я тебе скажу, что дальше делать. Юра, когда он эти перья разбросал и вернулся к Рабае, что Рабай ему сказал делать? Он говорит, иди все до единого перья, которые ты разбросал, собери. Он говорит, Рабай уже ветром все разнесло, как я это соберу? Рабай говорит, это теперь самому себе скажи. Вот как ты перья уже не можешь забрать обратно, твои слова ты уже обратно не заберешь. Поэтому иногда очень и очень тяжело человеку исправить свою ошибку, поэтому надо обязательно думать, надо думать. Сегодня много мужчин, или они требуют, почему ты со мной на ты говоришь, жена, ты должна со мной на вы говоришь, ты должна меня уважать. Должен ли человек заставлять жену уважать или нет? Заставлять. Надо делать так, чтобы моя жена сама меня любила и уважала. Вот я в этой синагоге Рабай, да, когда я захожу, я не смотрю, люди встают, не встают, это для меня никак не касается. есть, например, я вижу, что люди не встали для меня, я говорю, что, тебе не стыдно, ты перед Рабай не встаешь? Если я буду требовать, это красиво, ты должен себя так хорошо вести, чтобы народ сам хотел вставать. А мне это не надо, я не обращаю на это внимание. Наоборот, мы не смотрим на эти вещи. Если ты будешь требовать жену, чтобы она тебя уважала, это не от души будет. Надо, когда есть мужчина, который никогда не догадывается. Один не разберет, чем пахнут розы. Вы знаете эти стихотворения? Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед, да и хлеба одному навек запомнит, другому жизнь пожертвует, не поймет. Если человек ему маленькую вещь сделайте, он миллион раз будет вас за это благодарить. А если человек вы для него умрете, он даже не поймет, что вы для него жизнь подарили. Поэтому люди бывают разные. Люди бывают разные. Перед тем, как я продолжу, любые вопросы есть? Шалом баи, другие вопросы? У меня есть один родственник, ему сейчас 36 лет. Я говорю, слушай, я тебе нашел девушку. Она очень спокойная, она очень послушная, очень порядочная. Он говорит, мне послушные девочки не нужны. Мне спокойные девочки не нужны. I want her to be spicy. Она вот так ее говорит. Я говорю, для чего тебе spicy? Я хочу, чтобы она была такая, со мной спорила. Я не хочу, чтобы она была такая, дорогой мой муж, что вы скажете, буду мне такое не нужно, мне скучно будет. я хочу, чтобы она со мной ругалась, чтобы она со мной была олоу отаж. головная боль. Когда я смогу ее выиграть, я буду больше удовольствовать и буду больше себя хорошо чувствовать. Он не хочет послушную девочку. Он хочет, чтобы она была немножко арзой. Почему? Потому что говорит, мне будет так, это челлендж, я хочу ее выиграть, я хочу доказать, что я прав, чтобы даже она согласилась, что я прав. Вы видите, какие люди бывают разные? когда мы даем уроки, как надо с женой обращаться, как надо с мужем обращаться, это недостаточно. Я сказал одному домоту, субботу вечером, я здесь давал урок, здесь было много домотов, много-много парней, которые женятся, я сказал, даже если вы 500 уроков возьмете, как надо с женой обращаться, ваша жена может быть совсем другая, и вы можете быть совсем другой, есть такие женщины, которые хотят, чтобы муж молчал, есть такие мужчины болтают, болтают, не могут замолчать, но ребенку учат три года разговаривать, потом мы должны 70 лет ждать, чтобы он заткнулся и молчал. Есть мужчины, которые не могут молчать. Говорят, 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 жены говорят, я устал от его разговоров. Никак не заткнется. Даже когда храпит, он разговаривает. Не молчит. Значит, есть женщины, которые мечтают, чтобы муж все делал. Гошкам каршу оговорил. А есть женщины, которые ругают мужей. Что ты молчишь? Мне скучно с тобой. Я хочу, чтобы мужчина был что? У нас на Бухарском есть такое слово Оламбо Олам Мезене. Оламбо Олам Мезене означает, что он миры переворачивает. Что ты такой молчаливый? Мне скучно с тобой. Я хочу, чтобы ты со мной общался. А муж говорит, зачем мне общаться? Мне это надо, мне головная боль. Когда надо, я скажу, принеси мне воду. Принеси мне кушать. Больше мне от тебя сейчас ничего не надо. А женщина любит разговаривать. Вы видите, какие люди бывают, оказывается, разные. Мой родственник не хочет, чтобы жена его молчаливая была. Он хочет, чтобы она была такая, знаете, боевая. А если такие мужчины скажут, я нашел тебе девочку. Она хорошая? Нет. Она очень плохая. Все то, что ты будешь говорить, она будет нет говорить и будет делать наоборот. Ты хочешь такую? Мне такая, такая. Я говорю, зачем она мне нужна? Люди бывают разные. Поэтому даже если вы будете 500 уроков брать, как надо с женой обращаться, как надо с мужем разговаривать, вы должны понять, что ваш муж может быть совсем другой, ваша жена, может быть, она другая. У нее другие желания, у нее другие подходы к жизни. Надо знать, что вашему мужу нравится, и что вашей жене нравится и не нравится. Морал, работай. Значит, мы не согласны с этим профессором Джон Гатман, который говорит, что на каждую плохую вещь, которую жене говоришь, ты должен пять раз ее больше комплиментовать. Почему? Хорошие слова человек быстро забывает. А то, что вы его обидели, он это надолго запомнит. Человек вам сто раз помогал, он всегда вас довозил, он вас забирал, на работу отвозил, всегда. И он потом говорит, я не могу больше тебя отвозить. Вы на него обидитесь или нет? И так, так он едет. Он говорит, акина текиа не мог. То, что он вас отвозил, вы уже это забываете. А то, что он вам нет сказал, вы уже обижаетесь. Почему? Человек так построен, что человек хороший быстро забывает. Привыкаешь к хорошему. Да. Мы должны знать, когда мы идем на свадьбу, вчера у меня была свадьба, позже вчера была свадьба, дай Бог, чтобы было много свадьб. Я даю, чтобы молодые, родственники говорили барахол на вино. Когда мы делаем свадьбу хупа, мы используем красное вино или белое вино? Аурон говорит красное. Я всегда советую молодым использовать белое вино, чтобы это на платье невесты не вылилось. Нет обязанностей использовать именно красное вино, хотя рекомендуется. На Песах надо красное вино, потому что красное вино похоже на кровь. Некоторые евреи, они из Египта не вышли, они говорят, нам здесь нравится. А также красное вино, это цари используют, но я не рекомендую на свадьбе использовать красное вино, потому что иногда вино выливается. Если красное вино выльется на платье невесты, это пятно не отойдет. Это будет большой-большой дизастер. Много раз дети прыгают в столб, это вино выливают, поэтому не рискуйте. Тысяча свадеб, если есть, или сто свадеб, если есть, пять, шесть, десять процентов вино обязательно выльется, поэтому я не рекомендую рисковать. Это вино красное будете мыть, не отойдет. Оно как чернила, поэтому не рискуйте на свадьбе, именно берите желтое или белое вино. Желтое чуть-чуть видно, а так красное это очень опасно. Когда я даю родственникам, говорит барахон на вино, одно благословение, Шева-барахон, знаете, что там написано? Кеса-мехаха-етсирха-баган-эден-ми-кеден. Мы говорим, дай Бог, чтобы эти молодые муж-жена, чтобы они были похожи на кого? Есть у нас Руслан и Людмила, все вы знаете, да? Руслан и Людмила. У узбеков это кто? Тогир и Зухра. В Англии это кто? Ромео и Джулиет. В Израиле это кто? Амном и Тамар. У всех народов есть несколько человек, два человека, то есть, которые являются символом любви. Но когда мы благословляем пару, жениха и невесту, мы говорим, чтобы они на кого были похожи? На Адама и Еву. Почему Адам и Хава, мы говорим, чтобы вы молодые были похожи на Адам и Еву? Кто знает? У меня есть две причины. Потому что Адам смотрел на других женщин или нет? Не было других. Хава на других смотрела или нет? Мы говорим, молодые, ты на ней женился, ты за него вышла замуж, ты должна знать, что другие уже для тебя умерли. Нету других мужчин, поэтому не надо сравнивать, почему у них такой хонахавли, почему у них дома пять служанок, они пять раз в году векейшн еду, он ей дает 3000 долларов на персональные расходы, а у нас таких вещей нету. Если вы будете сравнивать, вы никогда счастливыми не будете, потому что много-много проблем, когда муж, жена, они сравнивают, как другие живут. Если вы будете говорить, почему тебе нужна служанка? Вот, смотри, соседка, она сама моет, она сама стирает, для чего мне это лишний расход соседка? Дома будет, ай, народ делает, нам это не надо. А она говорит, почему? Вот, когда вы начинаете сравнивать, почему его жена делает соседка, сама, а здесь вы хотите служанку, почему ее муж забирает на векейшн пять раз в году, а они всего лишь один-два раз в году, вы никогда счастливыми не будете. Number one, очень-очень важно, чтобы вы не сравнивали, как другие люди живут, потому что вы никогда не можете быть the best. Даже Билл Гейтс, богатый человек, номер два сейчас он, он и то может кому-то позавидовать. Вы думаете, Билл Гейтс, он не имеет людей, которых он может позавидовать? Он тоже может сказать, I wish I was like this person, I wish I was in the same situation as this person. Вот, ты богатый человек, деньги все не решают. Поэтому мы должны знать, Адам и Ева никогда не сравнивали ни с кем, и вот поэтому они были счастливы. Кстати, если есть женщина, которая мужу дала воду пить, и она на эту воду поставила яд, и потом что случилось, муж этот яд попил, и докторанцы говорят, after three years you're going to die, your wife gave you poison. Что он с этой женой сделает? Он ей даст яд? Или он ее, не дай бог, убьет? Не дай бог, конечно. Вот Адам и Ева, а Ева дала мужу кушать запретный плод. Она говорит, кушай, кушай. Он поел, и он покушал яд. Бог говорит, ты умрешь. Ты должен был жить навеки, но теперь ты будешь умирать. Есть, например, вы видите, что жена дала ему яд. Он должен ей теперь придумать имя. Бог говорит, Адам всем животным дал имя. Это собака, это кошка, это лягушка, это петух, это цапля. А теперь Бог говорит, ты как себя называешь? Как Адам себя назвал? Адама. Адам. Теперь говорит, придумай своей жене имя. Он ей мог назвать ее и назвать Яфа, красавица. Или он ее мог назвать София. София это греческое имя, на самом деле. София, Алихотбета. София переводится, дальновидная, мудрая женщина. Он ее мог назвать разные имена. А как он ее назвал? Он ее назвал Хава. Переводится, она дает жизнь. Она тебя хотела убить. Как только написано, что Адам, его Бог проклял, вместо того, чтобы жену назвать убийца номер один, он ей дал имя. Как ты ее называешь? Хава. Она дает жизнь. Она, Худуха, даст моим детям жизнь, я буду иметь от нее детей. Поэтому он не сказал, давай мы с тобой, давай, говорит, я буду на тебя злой. Он, наоборот, смотрел на нее с хорошей стороны. Когда муж, жена, они скандалят, они только смотрят на минусы. А ты должен написать, что нравится в этой женщине и что не нравится. и поэтому очень и очень важно смотреть на хорошую сторону. Есть у меня здесь одна книга, в которой вопрос мне очень понравился, том номер 27. Это 27 том книга. Я хочу вам почитать вопрос, который здесь задается. Я на самом деле не знаю, если это хороший ответ, который дается здесь. Я думаю, что есть получше ответы, но вопрос, он сильнее, чем ответ, я думаю. Я хочу с вами, раба, посоветоваться насчет одной вещи, которая меня очень сильно беспокоит. Примерно два года тому назад я женился с моей женой. Слава Богу, у меня родился мальчик. У нас родился мальчик. Но у меня нету к моей жене больше желания. Я от своей жены мое сердце остыло. Я не хочу больше с ней жить. Я не хочу больше ее видеть. Я не знаю, я не думаю, что это когда-нибудь поменяется. Я хочу развестись. Что вы думаете, раба? Я правильно думаю или нет? Если вы были бы вместо раба, что бы вы ему ответили? У нас на русском есть такая поговорка, сердцу не прикажешь. Очень тяжело человеку заставить, давай, ты начинай ее любить. А я не могу ее любить. Что человек должен делать в этом случае? Раба отвечает на этот вопрос. Наши мудрецы говорят, что когда человек является бездельником, у него появляются неправильные мысли. Даже если человек, у него триллион долларов есть, он должен заниматься, он должен работать. Почему? Потому что когда человек бездельник, у него появляются неправильные мысли. В Элиде зима. На русском зима – это когда холодно на улице. Но на иврите зима переводится нескромные вещи. Блюд и приболеводения. Когда человек, он не работает, у него появляются грязные мысли. Когда человек целый день лежит на кровати, телефон пультом играется, этот кино смотрит, тот кино смотрит. Он говорит, что я буду. Он отчаивается от этого мира, не хочет работать. У него уже нет смысла в этом мире. У него появляются грязные мысли. И мы должны знать, что человек делает грех, когда у него в мозгах появляются шотеги. Этот человек считается шотеги, ненормальным. У него появляются плохие мысли. И здесь много вещей написано. Он говорит, сегодня, когда у человека есть интернет, и там в интернете очень много грязи, сегодня молодежь смотрит по интернету грязные вещи. И они думают, я хлохо, женюсь, моя жена, все будет для меня делаться. Они плохие вещи смотрят по интернету, и у них есть разные-разные воображения. И вот поэтому, когда человек смотрит на улицу, смотрит на плохие вещи, или у него интернет есть, он, не дай Бог, смотрит на плохие вещи, этот человек, Бог его накажет. Хасвешалом, это испытание. И поэтому, ты, говорит, когда смотришь на других женщин, уже на свою жену не хочешь смотреть, потому что ты видишь, что на улице есть красивее. Ты уже на свою жену не смотришь, уже ты ее красоту отвык. И когда люди разводятся, у них есть скандалы, первый вопрос я задаю, вы Тарата Мишпаха соблюдаете или нет? Это означает, твоя жена миг уходит или нет? Когда человек, жена его миг у не ходит, они друг от друга устают, они друг другу надоедают. Поэтому очень и очень важно, посмотрите на религиозных, у них развод очень маленький процент по сравнению с нерелигиозными. Возьмите тысячи религиозных людей и тысячи нерелигиозных людей. У кого больше развода? У религиозных 5%, 7%, у нерелигиозных 58%, 67%, почему? Потому что эти молодые они идут на уроки. Вот сейчас как вы сегодня пришли, шалом баит, вы думаете у меня дома нет скандалов иногда с женой? Если у человека нет скандалов с женой или сможем здесь они оба должны к психиатру пойти? Здесь что-то не то. Они что-то здесь не то. Здесь что-то подозрительное пахнет. Он наверное такой актер, потому что он за кулисами что-то там вытворяет. Или она так хорошо себя ведет, потому что она там что-то вытворяет. Тора говорит нам это нормально, чтобы человек он с женой иногда имел проблемы. Соро и Менус Аврома Вину проблемы не имела, что ли? Рухель Вину на Якова тоже нападает, почему у меня нет детей? Тора говорит нам даже Давида Мелеха жена Михаил на него кричит, что ты так танцуешь как маленький ребенок? Поэтому Тора говорит это нормально, чтобы иногда у вас с женой были разногласия. Если у вас нету разногласий, оба должны пойти к психиатру, здесь что-то не то. Это нормально, чтобы были проблемы, но это не значит, что надо разводиться. Есть одна пара, муж, жена, у них есть правило, пока мы с женой не помиримся, мы не пойдем ночью спать. Они скандалят, и он хочет спать, он говорит, I cannot go to sleep. I cannot go to sleep until I make up with you. Пока мы сто процентов друг другу Михаил не сделаем, мы не пойдем спать. И вы знаете, это им помогает. Они имеют это правило, что пока мы не помиримся, пока мы не успокоимся, мы спать не... Он хочет спать, но они уже поклялись друг другу, что пока мы не помиримся, пока мы не успокоимся, мы не пойдем сегодня спать. И вот так. Они пока не помирятся, он не может заснуть, не имеют права, и она тоже, они поклялись друг другу. Мораль работает, поэтому мы должны знать, что сердцу не прикажешь, но я вам хочу сказать одну вещь, что когда человек, когда человек стареет, его красота увеличивается или уменьшается? Вы можете сказать, почему, когда человек стареет, его красота уходит? Например, вы работаете. Вы работаете, вы копите деньги, вы не тратите ни копейки, вы только копите. У вас денег будет больше или меньше? Денег будет больше. Почему, когда мы растем, к старости лет, есть такая программа, я говорю, молодые, вот вы холохать, женитесь, у тебя есть девушка, ей 20 лет, красавица, 23 года, красавица, вы должны знать, эта красота уйдет. Есть такая программа в компьютере, ребенок потерялся, ребенка украли, ребенку было 10 лет, когда его своровали, и сейчас этому ребенку 23 года, его ищут везде уже 13 лет. Как он сейчас выглядит, вы знаете, есть такая программа в компьютере, называется Age Progression, они берут ваше лицо, ставят компьютер и показывают, как вы будете выглядеть через 20 лет, как вы будете выглядеть через 50 лет. 20-летний, на который ты женишься, возьми ее и посмотри на нее, когда 85 лет будет. Как она будет выглядеть? Я скажу, иди сейчас на ней женись, иди ее поцелуй, ты сможешь это сделать? Не, раба, я не могу на нее посмотреть. Она будет так выглядеть? А он тоже будет обезьяна номер один, он тоже поменяется? Морав работает. Почему на самом деле, когда человек стареет, он становится некрасивым? Почему? Надо, чтобы он сиял, когда ему 90 лет. Красавец номер один. Почему? Две причины, мои две причины. Я дал это урок старикам. Почему старики когда стареют, красота меньше становится? Потому что, потому что ты должен уже 50 лет ты с ней живешь, вы уже должны духовно друг друга любить. Когда она была красавица, ты ее тело любил, она твою мускулу любила, что ты красавец, богатырь, сейчас уже вы должны духовно любить. Это тело, это все обман, это все как говорится кувшин. Иногда кувшин красивый, а внутри там есть уксус, невозможно пить. Иногда кувшин глиныны, некрасивые, грязные, а там есть вода, которая утоляет жажду человека. И поэтому я говорю, в старости лет вы уже должны духовно друг друга любить. А вы знаете еще одна причина почему люди в старости лет красота уходит? Когда человек красивый и он умер, вам больно или нет? Вау, какой красавец умер, какой он был хороший. А есть человек, например, он уже слепой, он хромой, горбатый, он выглядит очень страшно и он умер. Что вы говорите? Жалко вечером не его. Мы говорим ох, хорош, судак. Ох, хорош, судак. Леня, как переводится хорош, судак? Он избавился. Смотри, как на кого он был похож. Он был слепым, он был горбатым, он был хромой. Ох, хорош, судак. Мы зато говорим, знаешь, что он избавился и сейчас он не мучится. Чтобы нам не было жалко отпускать этого человека, который мучился в старости лет. Поэтому Бог ему что делает? Он дает этому человеку, чтобы он выглядел некрасивым. Поэтому я говорю, что это все красота уйдет. Снова family, как говорят на русском? Что это слово семья? Семь, а потом я. Если вы хотите, чтобы у вас была удачная семья, вы должны я в начале поставить или в конце? Лочи из гоноду фами, как говорил президент Джон Кеннеди, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. К нам в синагогу пришел один человек, его зовут Ехиэль, он как пришел, он сильно начал нашей синагоге помогать, Ехиэль Куэйнов. Он молодец, он здесь организовал шахматы для детей, 150-200 детей в воскресенье здесь нету места, шахматы, чтобы они не бездельничали. Потом он говорит, я сделаю группу тутеринг программ, for free все. Дети, которые математику отстают, алгебру, историю, не могут читать, дети приходят и занимаются. Сейчас уже лето, он уже каникулы, он говорит, пока это мы на два месяца уберем, холохат обратно, когда будет осень, это обратно все возобновится. Шахматные игры делает, потом он делает тутеринг, его дочки помогают, его друзья приходят бесплатно, это волонтер делают. Я говорю, как вы пришли в наш канисо? Еще он принес спонсоров, которые дают для синагоги поддержку. Я говорю, видите, вы пришли в канисо, не говорите, что канисо мне может дать, а вы наоборот, что делаете? Вы говорите, как я могу помочь для общины? Когда человек женится, он не должен говорить, что она мне будет делать, он должен сказать, вот эта девушка мне нравится, я обещаю, что она будет самая счастливая девушка на свете. Эта девушка выходит замуж за этого парня, она должна сказать, я сделаю все на свете, чтобы он был самый счастливый человек. Поэтому, когда человек женится, слово семь, я, сначала семь человек, потом в конце только я. Сначала идет моя жена, потом идут мои дети, мои родители, мои другие родственники, потом в конце только я. А если человек скажет, я первый, потом остальные все, этот человек никогда успешную семью не создаст. Сначала семь, потом это настоящая семья. Вот у нас скоро будет праздник сукхо, через 3-4 месяца. Сукхо надо украшать, you have to make your сукхо beautiful. Надо шалаш украшать снаружи или изнутри. А изнутри увидят 20 человек красоту, 30 человек, а снаружи, если вы живете там, где много машин проезжают, 50 тысяч человек могут посмотреть на ваш сукхо. А не лучше ли украшать сукхо снаружи? Почему надо изнутри украшать? барахов внутри? А люди увидели, что у меня такой красивый скос на улице, говорят, молодец, какой он хороший человек. Почему надо сукхо украшать изнутри? Иногда вы видите людей, у которых большие красивые дома снаружи, но внутри иногда в этом доме занос за них шок щи. В этом доме иногда убийство, то есть нет любви, дети, наркоманы, хулиганы, жена не знает, где муж гуляет, муж не знает, где жена пропадает, иногда снаружи дом красавица, а внутри там нет счастья и нет любви. Поэтому Тора говорит, ты сначала должен украшать дом изнутри, сначала ты должен жену обожать, мужа ты должна любить, и потом только вы имеете право снаружи тоже украшать, но сначала дом надо украшать внутри. То, что много людей на улице ходят, это все обман актерства. Они друг другу ручку держат, и также когда люди встречаются, парень, он сейчас голодный террорист, мой тесть его называет голодный террорист, он полюбил эту девушку, он сейчас делает все, чтобы она ему хай сказала. У нас на Бухарском есть такая поговорка, сейчас ты воду преврати в глину, и ты должен рыбу поймать. И поэтому много парней, они на улице актеры, он ей двери держит, потом, когда он уже женится, он говорит, давай быстро выходи, машина проезжай, ты мне оцарапаешь машину, бог вар бош, а ты когда на ней женился, ты был джентльмен, нарочно ты двери открывал, ты ее провожал, а сейчас ты говоришь, давай быстро выходи, кричишь на нее, потому что, как говорится, уже он свое получил, уже кораж будь чужий, и поэтому это очень большая проблема, что этот человек был актер на улице, и поэтому Тора говорит, это очень тяжело, тем больше вы человека видите, тем больше уважения падает его, я говорю, алло, в синагогу завтра рабай придет, кто из Израиля, у Израиля, как я говорю из Израиля, переходит сюда, что, забито здесь места нету, Авром знает, а если я скажу, сейчас придет Авром Табибов, они уже меня много слышали, приходят поменьше, почему, тем больше вы человека знаете, тем больше вы его, а он свой человек, я его знаю, с детства он бегал, я его знаю, с детства, поэтому Тора говорит нам, человек, он не должен привыкать к жене или к мужу, уважение надо всегда вот так держать, но это очень и очень тяжело, как говорят на еврейце слово уважение? Кавод, а как говорят слово у, это тяжелый? Кавед, то же слово, только англосовки поменяйте, слово кавод и слово кавед, уважение и тяжелый, это одно и то же слово, почему? уважение держать и завоевать, это очень и очень тяжелое, это нелегко, это сказать легко. Моравра Бутай, вы знаете, 1141 год, сколько уже лет прошло, 850 с чем-то лет прошло, 860 с чем-то лет, слово Германия появилось в 1871 году, еще до того, как появилось слово Германия, там было 42 штата, был один император, его звали император Конрад, он хотел завоевать город в Германии, который называется Бавария, Бавария был такой город в Германии, в этом городе Бавария был большой дворец, и когда этот император напал на этот город, 300 мужчин и женщин спрятались во дворце, другие воевали, а они спрятались, они боялись, но этот император завоевал весь город, уничтожил всех солдатов, и он дошел до этого дворца, и этот дворец окружил, он говорит, дорогие мужчины и женщины, я завоевал весь ваш город, то, что вы в этом дворце спрятались, это вам не поможет, уже ваш город принадлежит мне, я, говорит, вам разрешаю женщины, найдите самую дорогую вещь в этом дворце, и вы можете покинуть этот город, пока я не передумал, я еще в этом дворце не был, я не знаю, какие там бриллианты, какие изумруды, поэтому, говорит, я женщинам разрешаю одну вещь взять и уходить быстро из этого города, женщины стали выходить, что они взяли с собой? мужчины взяли с собой, они взяли своих мужчин за руку, они говорят, мы умоляем вас, не убивайте наших мужей, это наше счастье, это наша жизнь, такой же рассказ произошел 2000 лет тому назад, муж с женой 10 лет детей не имеют, и потом, по закону, если нет 10 лет детей, ты имеешь право развести с женой, он говорит, дорогая жена, мы с тобой должны развестись, но я не ухожу, потому что я на тебя злой, потому что нет детей много лет, он говорит, давай мы сделаем большой паре, прощальная вечеринка, и он хорошо напился, я благодарен моей жене, мы вынуждены развестись, потому что у нас нет детей, дорогая жена, ты знаешь, у меня в доме есть бриллианты, все что хочешь, самое драгоценное, что тебе нравится, кроме того, что я тебе даю, много богатства, драгоценную вещь, что тебе нравится, забирай и будь счастлива, иди к папе домой, и всего хорошего, он пошел спать, когда он уже начал спать, она что говорит, испанцы, Фернандо, Амиго, Хозе, давайте поднимите мужа моего, его кровать, и проведите ей эту кровать, принесите к моему папе домой, это дьосе, утром просыпается, и что он видит, он видит, что он у своего теста дома, он говорит, жена подходит, а, что я здесь делаю, дорогой мой муж, ты мне сказала, что мне что нравится у тебя дома, чтобы я забрала, самое драгоценное, то, что есть на свете у меня, это ты, даже если мы на процессе развода, потому что у нас нет детей, я не могу с тобой расстаться, не получается, не получается, и потом они оба пошли к рабаю, раби шимом барю хай, он говорит, Ашен, царик, какая ты прекрасная пара, они бе-э-мэ друг друга любят, неужели ты им не дашь ребенка, это невозможно, и он так помолился, и говорит, я уверен, что если вы так друг друга любите, Бог вам даст ребенка, и у них родился мальчик, потом второй, третий, поэтому Тора говорит, надо любить и уважать жену от души и от всего сердца, знаете почему? Потому что на том свете я его не увижу, на том свете я Млумихуэля не увижу, я буду там со своей женой, на том свете я буду со своей женой, а она будет со своим мужем со мной, поэтому у нас есть закон, что если человек пришел на свадьбу, пять лет тому назад я пришел на свадьбу, я говорю, Домод, где кольца? На самом деле, сколько колец должно быть? Одно кольцо должно быть, он ей должен дать, она ему не дает, если хочешь одевать, это между вами. Я говорю, где кольцо? Он говорит, вот он мне выносит кольцо, а там бриллиант, нельзя, чтобы когда я женил молодожен, чтобы там были бриллианты, кольцо должно быть без бриллиантов, engagement ring is different, hoop ring is totally different. Мурай, работай, я говорю, это кольцо не кошерное, ты должен был купить кольцо без камней, а что делать, рабай, камень надо вычить, не получится. Если кольцо нету, что я должен дать, если нет кольца? Я говорю, Домод, давай, 10 квотеров. Он говорит, рабай, Джон, у меня ни копейки нет. Я говорю, прося, что ты за такой Домод, вместо того, чтобы отсюда 100, пачку по 100 долларов вычить, отсюда 100 вычить, рабай, сколько вам надо, я для него весь мир готов отдать. Он говорит, у меня деньги нету. Я с Алхай, давайте, родственники, давайте подарить ему деньги. Он два квотера дал, тот три квотера подарил, он один дал. И 10 квотеров он ей дал. Мураб работай. 10 квотеров он ей дал, а почему он не может ей дать один доллар или 100 долларов? Почему надо, чтобы он ей давал монеты? Потому что Тора говорит, кольцо является круглым, и монеты тоже являются круглыми. Это намек на то, когда вы этот мир покинете, вы на том свете будете вместе. Рабай пришел, дом престарелых. Мой рай, рабой сай. Он пришел к Йидыш, это Ашкеназов. Старики, you have to know, that in the next world you're going to be with your wives and your husbands. И один старик вздохнул, ой, not again. Он думал, когда он умрет, он от жены избавится. Он думал, что он от жены избавится. Я закончил мои речи через 10 минут, хотя я приготовил очень много вещей, еще 10 минут вашего времени насчет Шаламбай, можно миллионы, миллионы вещей говорить. По рту хотите? Окей. Моран работает. Они хотят, чтобы я сделал еще один урок Шаламбай и другие вещи. Есть урок, который только для женщин, как они должны себя вести. Я один раз сделал кассету, это было 20 лет тому назад, я делал кассеты Девре Торо. Там я говорил, как жена должна себя вести. Она должна мужа, как царя уважается, она должна для мужа быть красивой, и то и все. И вдруг один мужчина, ему 75 лет, он это поставил. Он начал от жены требовать. Я говорю, почему эта кассета ему в руки попала? Эта кассета только для женщин должны были слушать. А он говорит, ты посмотри, как раба говорит, как жена должна себя вести. Видите, вместо того, чтобы эта кассета их подружила, наоборот, он на жену начал кричать. Посмотри, как жена, оказывается, должна себя вести, а я 70 лет тебя вот так терплю, и ты себя так не ведешь. Поэтому есть вещи, мы должны иногда, рабаи пишет, это урок только для мужчин. Как ты должен с женой обращаться, чтобы ты не был жадным, чтобы ты не смотрел на женщин чужих, чтобы ты ей не ревновал, чтобы ты не говорил, мы твоей маме не пойдем, и так далее, и тому подобное. А есть уроки, которые мы должны только женщинам давать, и чтобы мужчины это не слышали, а то они начнут еще больше скандалить. Ты видишь, что рабаи говорит? Она говорит, а ты слышал, что рабаи про тебя говорил? И еще хуже начинает скандалить. Вместо того, чтобы мы их подружили, мы что делаем? Наоборот, они сейчас еще хуже скандалят. Поэтому мы должны знать, что мы сейчас делаем general lecture для вас обеих, и мужчины, и женщины, а на самом деле есть вещи, которые мы только женщинам говорим, а есть вещи, которые мы только для мужчин говорим. А сейчас я не могу эти вещи все сказать. Моя сестренка дает урок для женщин. Какая сестренка? У меня две стрелки, оба они выступающие. Хияева. Старшая сестренка. Окей? Wednesday night? This coming Wednesday? Хай мы вам объявим для женщин. Работай. Давайте я закончу мои речи. Что я вам хочу сказать? Один человек пришел к рабаи. Рабаи, че он? Я хочу с женой развестись. Почему? Твоя жена такая красавица. Этот человек снимает свои новые туфли, и рабаи показывает. Рабаи, что мне свои туфли саламандровые показываешь? Рабаи, что мне завидуют, что у меня такие красивые саламандровые туфли? У меня крокодильные туфли. Все говорят, откуда ты крокодильные туфли купил? Он говорит, у меня саламандровые туфли. Мои люди говорят, вау, какие туфли. Но они не знают, что у меня вся нога в мозолях. Эти туфли меня жмут и уничтожает мои ноги. А вы говорите, моя жена красивая, вы не знаете, она бугмичка на гаште. Она меня уничтожает. Малор Рафаэль, вы в тот раз сказали, хорошие маны, это когда было, как говорится, как это называется? Шинихури. Малор Рафаэль рассказал, это рассказ на Шинихури, что Тора говорит, если у человека плохая жена или плохой муж, он к гейнон никогда не попадет. Он на том свете жариться не будет. Почему? Потому что ты эту жену терпел, ты все для нее делал, она тебя по голове била, она тебя мучила, а ты для нее все делал, и ты был хорошим мужчиной, ее терпел. Бог говорит, ты на том свете жариться не будешь, потому что ты уже в этом мире достаточно пожарился, и поэтому там ты прямой ганеден попадешь. И что случается? Один человек, один человек, он услышал от Рабая, что если у человека есть плохая жена, Арзуэль номер один, этот человек к гейнон не попадет, он прямой ганеден попадет. Этот парень, он был неженатым, он пришел к директору школы, есть школы, где там девочки, хайскул называется, им 20 лет, 23 года, семинария называется. Он пришел, директору Ишива, Рабай, вот вам 10 тысяч долларов, а, что ты хочешь? Я знаю, что ты. Да, я хочу, но я хочу невесту. Я знаю, какую ты невесту хочешь. Сколько людей мне звать, Рабай, я хочу, чтобы для моего сына вы нашли хорошую невесту. Я говорю, я еще никогда не слышал, чтобы мама сказала, Рабай, найдите моему сыну плохую невесту, чтобы он понял, где раки зимуют. Когда вы такое слышали? Чтобы мама сказала, Рабай, найдите мне плохую невесту. Я говорю, я еще никогда не слышал, чтобы мне сказали, найдите мне плохую невесту. Рабай, найдите мне хорошую невесту. Я говорю, я без вас знаю, что она должна быть хорошая. Я еще никогда не слышал, что просила плохую. Но этот человек, он пришел к Рабаю, Рабай, найдите мне невесту, стоп, я знаю, что ты хочешь, чтобы она была высокая, рыжая, голубоглазая, худая, из богатой семьи, чтобы папа был миллионер, что писья, нет, Рабай Джон, я хочу, чтобы вы мне нашли самую плохую девушку на свете. Почему? Это моя причина. У вас здесь три тысячи учениц есть, вы найдите самую плохую, это на Бухарском называется хашлава, хашлава у нее вместо одного восемь рутов, одновременно может давать делать. Вы найдите самую плохую, Рабай не может понять, почему он хочет плохую, а вы знаете, почему он хочет плохую, да? Он хочет, чтобы она его мучила, чтобы он в Ганеден попал. И этот Рабай ночью не мог заснуть, ему дали 10 тысяч долларов, большие деньги, и он ночью нож не может заснуть. И вдруг Рабай говорит, если одна девушка ее зовут Ципора, она его будет жарить на сковородке, и он за два дня весь седой станет. Она ему покажет, где раки зимуют. И на самом деле он пришел, Ципора, да, Рабай, что ты хочешь? Я нашел тебе мужа, где он? Сейчас же покажи ему, сейчас глаза выклю, в руки дам. Она очень плохая. Она такая, Арзуэн, нет слов. И на самом деле они начали встречаться, они назначили свадьбу, и он говорит, сейчас она начнет мне показывать, где раки зимуют. И вдруг она утром ему кофе дает. Дорогой мой Авромчик, вставай, кофе попей. Она говорит, хаматонахс, все вы такие добренькие, когда выходите замуж. Когда Ишкам появляется, начинаете показывать, где раки зимуют. И вдруг проходит год, проходит полтора-два года, она добрая, хорошая, послушная. Я, говорит, не могу понять. Я попросил Рабая, чтобы он мне дал плохую жену, он мне дал самую хорошую на свете. Он говорит, Ципора, я такую, как ты, жену на свете хорошую не видел. Ты такая добрая, такая хорошая. Если я буду хорошая, ты попадешь гейном. И это то, что я хочу. Если я буду плохая, ты ганеден попадешь. Я не хочу, чтобы ты ганеден попал. Я специально буду хорошая, чтобы ты жарился на том свете, чтобы я видел, как на сковородке тебя джинджак делают. И я буду тогда спокойным. Вот почему я хорошая. Видите? Один человек не хочет жене давать гет. Он говорит, я никогда ей гет не дам, потому что она меня в тюрьму посадила, я гет не дам. Все. Я говорю, слушай, дурак, ты глупый человек. Ты если гет своей жене не дашь, ты уже не живешь с ней два года. Уже нет шанса, что вас помилили, уже 500 Рабаев, ничего не получится. Если ты гет не дашь, ты на том свете будешь с ней вместе, будете друг другу глаза выкаливать. Потому что ты, значит, спор считается ее мужем. Так что сделай себе доброе дело, забудь уже про все, ты должен уже искать другую и надеяться, чтобы она еще хуже не была, чем эта. Если ты жене гет не даешь, ты себе хуже делаешь. Потому что ты будешь на том свете вместе. Поэтому я говорю, если, говорит, есть один человек, мне его жена звонит, я заканчиваю. Она говорит, мой муж меня избивает. Он идет в Манхэттен, смотрит на нескромных женщин. Женщина раздевается, он смотрит на них. Нескромные вещи. Я говорю, твой муж такой хороший. Все его обожают, все его любят. Почему он с тобой так обращается? Я не верю, что он такие вещи делает. Она говорит, мой муж, он ангел для всех. Но для своей жены он Арзуэль номер один. Иногда есть люди, которые могут быть, я таких несколько человек знаю. Они на улице такие хорошие, все готовы для них душу отдать. Как только домой приходит, он является гестапо номер один. А может быть, жена плохая? Но мы видим жену, может быть, она на улице тоже хорошая, дома плохая. Иногда человек может быть для всех хорошим, а именно для мужа или для жены это совсем другой человек. И это должно быть наоборот. Человек сначала, я это сам себе говорю, сначала надо, чтобы моя жена от меня была довольная, чтобы муж был от нее доволен, потому что на том свете я буду со своей женой. Я его не увижу там, я того не увижу там, потому что жена, это мы будем с ней на том свете. Я закончил мою речь, работаю, хоть даже половину вещей не успел сказать. Когда мы говорим хадиш, мы просим шаломи. Мы два раза внутри хадиш говорим Богу, дай нам шалом, пожалуйста. Здоровье, долголетие, все мы просим один раз, деньги. Но шаломи мы просим сколько раз? Два раза. Почему мы просим хадиш, мы просим шалом? И так же мы три шага идем, Почему? Если у вас нет шаломи, у вас ни копейки, ничего нет. Если у вас есть много денег, вы миллиардер номер один, но жена вас не уважает, и вы с ней не разводитесь, что половина денег ей не дать. Она говорит, ты все то, что имеешь, это все ворованное. Это ты все кинул того, того обманул, деньги взял, не вернул ты того, обманул, золото фальшивое продал. Если жена мужа не уважает, у него все есть, этот человек считается самый несчастный, бедный. Но если у человека нет денег, он попрошайка, он у него деньги берет, тому возвращает, у того деньги берет, тому отправляет. Нет денег у него. Но жена говорит, ты самый хороший мужчина на свете, ты потому что честный такой, ты небогатый. Я сделаю все, чтобы ты был счастливым. Я буду делать все, чтобы ты халохан разбогател, и все богачи будут приходить, и те кланяются, и у тебя советы будут брать. Этот человек считается бедным или богатым? Поэтому Гмара Масеха Шаббат говорит, самый хороший подарок от Бога человеку, это чтобы у него была хорошая жена. Остальное все это ноль. Мурав Работай. Почему мы говорим, Хадиш, два раза мы шаломи просим? Первый шаломи, чтобы меня никто не убил, террористы, чтобы меня не убили, чтобы меня не уничтожили враги. А второе, чтобы я внутри имел шаломи. Иногда бандитов нет, но у меня в сердце нет шаломи. Вот Миша знает, когда у человека есть такси, у него есть медаль. Когда вы хотите иметь такси, вы должны иметь железку, это называется медаль. Медаль, я не знаю, сколько он стоил, когда только вышел на свет. Когда медаль выпустили, сколько была его цена, вы не знаете? 50 долларов. В каком году это вышел медаль на такси? 60-е годы? 60 лет назад. Эта медаль, это ваш парноса. И эта медаль, цена всегда поднималась. 50 долларов, 100 долларов, 150. И его цена, несколько лет назад, стала 1 250 000. И вдруг Uber появился. Эта цена за короткое время, то, что вот этот 50 лет, вот этот тренд называется, когда поднимается, не падай, чуть-чуть падает, поднимается, да? Вдруг сейчас его цена 150 тысяч, что ли? А почему эти люди не продали? Я знаю, человек, у него 5 медалей. Если сашли на Ашкинац, у него 600 медалей. Почему он не продал? Потому что они говорили, бомми, бро, нархаш намехал-то, столько лет поднимался, это ваш кусок хлеба, цена никогда не упадет. Сейчас они себя убивают, а даже есть 5 человек, которые себя убили. Они говорят, мы себя убили, потому что Uber нас уничтожил. Да, один бухарский еврей взял это в долг и купил за 900 тысяч один или два медана, мы не хотим давать детали, и поэтому они сейчас себе локти кусают. Есть люди, которые золото 1900 было не продали, панч азор мишу. Есть люди, которые дома не купили, дешево было, сейчас тяжело подойти к дому купить. Тора говорит, иногда у вас внутри нету шоруми, потому что вы каетесь, почему я на ней не женился, почему я за него не вышла замуж, почему я это не купил, не продал вовремя. Тора говорит, нам надо шоруми. Первое, чтобы меня никто не убил, и второе, чтобы я внутри себя не кушал. И когда мы осе шорум делаем, что мы делаем? Три шага отступаем. Почему? Если ты хочешь шоруми, ты должен иногда что делать? Ты хочешь такой цвет дивана, мне нравится этот цвет, но тебе нравится жена? Все. И главное, что ты хочешь. Один мальчик, я закончил на сегодня, пришел в школу на полтора часа позже. Он говорит, учитель, что ты опоздал, Йоса? Восемь часов ты должен был здесь быть, 9.30 ты пришел. Он говорит, вы знаете, на улице скользко, снег. Я говорит, один шаг вперед делаю, два шага назад меня снегом кидает, скользко. Еще один шаг я ставлю вперед, два шага меня снегом закидывает назад. Я, он говорит, вот так решил половину, а как ты пришел? Половина дороги, говорит, я решил отправиться домой. Когда я шел домой, я один шаг вперед делаю, два шага меня назад кидаю. Один шаг, и потом через полчаса я смотрю, я уже в школе. Когда я шел домой обратно, я уже из-за того, что два шага назад шел, я пришел в школу. И поэтому иногда человек думает, что он отступает, а на самом деле он что делает? Он продвигается вперед. Когда вы уступаете жене или мужу, вы не отступ, вы ничего не теряете, вы наоборот, как говорите, продвигаетесь вперед. Я желаю всем вам мира, дай Бог, чтобы у всех был шалум бай, чтобы Бог вам дал всем браха во аслаха. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Баруха Дунай Леулам. Амин ва Амин.